В Бендерах на мемориал славы пришли десятки людей. Собравшиеся вспоминали погибших защитников Приднестровья и мирных жителей. У многих бендерчан есть своя история потерь на той войне. Подробности далее в сюжете. В день памяти и скорби на мемориал славы в Бендерах люди приходят, чтобы вспомнить тех, кто погиб на войне. В июне 92-го вооруженные формирования Молдовы ворвались в город. В ходе боевых действий погибли почти 500 человек – военные и мирные жители. Среди погибших в Бендерах есть женщины и дети. Мы собрались на священном для Бендер месте, в мемориале памяти и скорби, чтобы почтить память жертв Приднестровской войны. Здесь, на гранитных плитах, высечены имена защитников Приднестровья. Тех, кто 31 год назад юридически сражался за наш город и республику. Тех, кто отдал за нашу независимость и свободу от рабства самое ценное – жизнь. Мы помним, какую цену заплатил наш город и республика за попытку кишиневских властей сюда, с оружием в руках, принести свой конституционный порядок. Это сотни погибших, раненых. Это больше 100 тысяч беженцев. Это разрушенные и разворованные фабрики и заводы нашего города. Мы ничего не забыли. 31 год назад в Приднестровье закончилась война. Но лето 92-го навсегда останется в памяти тех, кто потерял родных. И тех, кто своими глазами видел тот ужас, который в Бендеры принесла война. Я хорошо помню, но не начало, а 20-е число. Потому что мы с сыном приехали с Россией. И увидели вот это все разбитое. Я ушла на второй день на работу, а сын ушел в получение. Конечно, это трагедия. Хотя не все это понимали. Но все это осталось острым камнем в душе, который постоянно напоминает об этом. Как рассказала Татьяна, тогда, 31 год назад, она работала методистом в детском саду. Детей в то время в саду не было. Но нужно было сохранить недавно отремонтированное здание и мебель. В один из дней в детсад прилетел снаряд. Прям в кабинет Татьяны. Ее спасло то, что она в момент взрыва была в другом крыле детсада. Павших в результате агрессии Кишинева сегодня вспоминали во всех городах и селах Приднестровья. Люди несли гранитным плитом и на могилы родственников розы и гвоздики в знак памяти и благодарности. В Молдове дату окончания войны на Днестре власти и общественность проигнорировали. Дарья Булига, Игорь Мацота, ТСВ